Как показать собаку? Далеко не праздный вопрос для владельцев животных, которые намерены строить карьеру своего питомца на выставках. Провести собаку на поводке – это целое искусство. В чем все-таки сложность? Любовь Краснослободцева спросила об этом у заграничного мастера. Есть такая профессия – собак на поводке водить и делать это красиво. И профессия эта называется хендлер. Кстати, рядом со мной сейчас специалист международного уровня – хорват Грегор Неманич. И приехали вы к нам, насколько я понимаю, чтобы поучаствовать в выставке. Да, очень приятно. Я приехал к вам позаниматься немножко с вашими кинологами, скажем так, хендлерами, моими друзьями, потренироваться. То есть провести семинар обучения, как это делается лучше, круче. Покажете нам, что вы умеете? Я люблю, когда работают за любовь. Кузя, пошли. И Кузя идет. Двигается. Кузя, Кузя, Кузя. И потом обратно. Кузя, 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 Кузя. И Кузя пошел. Я показал просто руку, пальчик пустой. Там ничего нету. Собака пошла. Я развернулся, позвал его. Кузя, это не надо было делать, танцевать. Но мы не готовы сейчас к серьезному выступлению. Мы просто показали, как легко собаку, скажем так, обманут. И она счастливо пойдет за нами. Ну вот хочу заметить, что у меня сейчас тоже есть с собаком. Зовут собаку Артем. Артем, иди сюда. У-у-у. Еще, еще. Артем. У-у-у. Артем. Артем. Артем, пойдем. Он выглядит красиво, так, как это должно быть на висковской собаке. Молодец вы. Именно вы пригласили Грегора в Хабаровск. Прежде всего, для чего? Да, безусловно, я пригласила этого профессионала своего дела, мирового человека, человека-легенда, для меня, по моим меркам. Это была моя мечта. Пригласила для того, чтобы получить этот опыт, получить эти знания, потому что они нужны, они необходимы. Не так много людей занимаются тем, что представляют собак на выставке, водят их на поводке и без поводка. Вот сколько таких специалистов у нас в России? Вы знаете, профессия набирает популярность. Я не скажу вам по количеству, но достаточно. Но, опять же, уровень. Этот человек, этот топ-хедлер мира, таких очень мало. Стой. Ай, Кузя, ты что сел? Ты что сел? А я сказал, сел. Все, молодец. Грегор, вы же иностранец. Ну да. Но вы прекрасно говорите по-русски. А собаки вас на каком языке понимают? Приезжаете вы, например, в страну, где говорят, ну, допустим, по-чешски. Вы с собаками по-чешски говорите? А, ну, по-чешски. Да, по-чешски, конечно, потому что они дома привыкли по-чешски, но там нету такого, чтобы я говорил на каком-то... Я с ними, с ними в основном по-русски говорю, что очень странно. Я сам хорват или славенец. Мои языка, славянский язык, а похоже на русский, но я с собаками разговариваю на русский. Вот сейчас я не заметил этого. Последние 10 лет вообще только русский язык. Когда я приехал сюда, было и позитивных, и негативных комментариев, как всегда. Люди как люди, я суперзвезда. Это вы про себя сейчас? Ну, так они говорят. А я потом повторил. Потому что приехал я в какой-то регион, в Дальневостокский, сказали, о чем в деревню приехал. Я говорю, я люблю обучать людей в деревне, потому что сам из деревни горжусь этим. И надо быть человеком в нашей профессии. Тоже я такой апеллирую на люди, которые в этой профессии злы, и места здесь делать нечего. Ну вот казалось бы, что может быть проще, чем водить собаку на поводке? Но нет, да? Ну да, тут нет водить собаку на поводке, тут объяснять собаке, показывая себя красивее. А собаки не разговаривают. Мы им должны найти общий язык, во-первых, собаки. Потом собака должна понимать, что мы ей рассказываем. Потому что это не стандартные команды, и в жизни их не нужно пользоваться каждый раз. Так что это очень-очень специфичная, скажем так, работа и ситуация у нас. Что еще можете показать? Можете еще показать, допустим, стойку, как это делается в ручном виде. Значит, собаку пригласили сюда, у нас камерман, то есть оператор наш будет, эксперт. И я сейчас хочу, чтобы он выпрямил голову немножко, я поправлю ножку вот здесь, ножку здесь. Его это не смущает, самое главное. Он не смотрит, что я делаю с его ножками. Потрогаю здесь яичко, скажем так, потому что на выставке это должно произойти. Хвостик немножко поднимем и удалим лакомство. И он себя показывает. У меня в руках было лакомство, Артем его так и не получил. И, наверное, все-таки, чтобы собака хоть как-то ко мне была расположена, нужно все-таки в конце это лакомство отдать. Все правильно? Все правильно. Я вообще не заметил, что не отдали. Молодец тоже сообразили сразу, что не надо сразу давать лакомство. Если мы не даем лакомство, получается, мы кормим собаку. А кормим ее утром или вечером дома. Иди сюда, пора завершать сюжет. Посмотри на меня внимательно. Артем. Немножко крикните, сделайте как-то... У-у-у, Артем, Артем, иди сюда, иди, посмотри на меня внимательно. Молодец, держи свое лакомство. Держи. Молодец. Любовь Краснослабоцова, Вячеслав Гирич. Большой город лайф. Редактор субтитров А.Семкин